сегодня у нас аудио видео бобины и катушки с лентой я когда снимал видео про магнитофон и приставку говорил что у меня нету магнитофонных лент оказался не меня есть просто я об этом надежно забыла обрана не были далеко я тут сейчас немножко разобрался и забрался нашел это и другое видео и значит но видео это для кинопроекторов значит вот любительское видео которое снималось на 8 ветровые камеры значит для них тоже нужны были такие свободные кассеты потому что значит с тех кассет который из камер потом наматывали на такие помечали как видео и складывали так сказать семейный архив вот сейчас мы тут тут какие-то видео какие-то аудио они отличаются размером центрального отверстия так что это у нас тут какая-то дураная коробка я так подозреваю да это пустая коробка из-под магнитной ленты тоже ничего интересного так дальше у нас еще вот пачка филипс я с не могу уверенно сказать чего эти подающие приемные или подающие кассеты но мне кажется что скорее всего это аудио кассеты для аудио ленты филипс так так это тоже у нас видео аудио а вот это вот кусочек ленты который мне я отмотал своего приятеля тогда для демонстрации это же у меня в этой коробочке оказался так ничего такая совсем маленькая кассетка так нити какая-то коробка из-под американской ленты лежит здесь вот такая вот какая-то странная штука какой-то сидюк демо видео кай 635 но у меня раньше были магнитофоны в частности я кай 635 другие я их подарил своему приятелю который собирает катушечники потому что я их не собираю и не вожусь с ними так это вот магнитная лента такая ведь с одной стороны магнитная с другой стороны вот она такая светленькая тоже не знаю для чего я в этом деле не очень хорошо разбираюсь дальше так это вот явно значит восьми миллиметровые кассеты даже не знаю аудио видео не могу сказать катушки так о смотрите у меня это вот точно видео это мультики видите шпионские страсти сейчас посмотрим есть там мультик есть вот смотрите у нас есть мультик здесь шпионские страсти не знаю в каком состоянии кассета 395 79 год какая-то тут фиговина вот видите это я покупал на какой-то барахолке тут осталось вот от предыдущих хозяев копир фильм митя как описание мультика как забавно вот это другая часть то же самое вторая часть шпионские страсти но у меня есть проекторы если какой-то из них не удастся привести в чувство мы обязательно посмотрим ну хотя бы кусочек этого мультика как все показывается но это тоже это вот как раз откуда я отматывал пленку это я брал у своего приятеля отматывал пленку для демонстрации mp2 так еще один фильм необыкновенный мать ой-ка и метеор на ринге какие хорошие фильмы хорошие детские мультфильмы тоже скорее всего купил где-то на барахолке и даже цветная это цветная и может быть она еще даже не развалилась и нам удастся посмотреть когда-нибудь так это я тоже знаю чуть я куплю в германии это домашнее как называется домашнее хоум видео но тут не буду показывать потому что это нельзя смотреть детям до 16 лет вот эти фильмы вот ну вот такие вот фильмы продавались в германии такие вот маленькие кассетки с домашним видео розовая леди так ну что продолжим продолжим так сейчас я уберу вот коробка который мне мешает так сейчас еще тут подтянул меня кучка еще пачка еще пачка как же у меня их много я даже не знал что у меня так много разных пустых пустых бобин ну такой наверно для чего-то до кучи покупал на барахолках когда было настроение так вот это вот я нашел видите советская магнитная лента вот тип шесть судя по всему вот идут даже записи 77 гост гост 75 года и даже вот ведь тоже нам купил на какой-нибудь барахолке видите тут написано записи какие были номер 15 останки чьей-то старой коллекции пинг флойд дакшаку взимуин тайм машин вот ну слушать у меня не на чем ну было бы интересно конечно послушать потому что мы даже не знаем на чем записано так юрахип demons and wizards на заряд так здесь у нас 3 dogs night deep purple shocking blue best видите какие замечательные записи но вот если как-то у меня будет настроение и время я возьму приятеля какой-нибудь магнитофон бобинный и попробуем мы с вами что-нибудь такой кусочек какой-нибудь послушать когда-нибудь с этих катушек вот так теперь еще такая вот такие коробки вот но это просто коробки для хранения пленок вот в принципе ничего интересного особо нет такая же вот тоже не помню уже откуда они все эти у меня коробки ну где-то наверное покупались на каких-нибудь барахолках скорее всего за границей так это у нас здесь даже вон что-то написано тоже какие-то надписи так это у нас а это у нас магнитные ленты вот тут даже тоже какая-то надписи написано иоганн себастьян бах тут на этой пленке записан бах вон даже такая красивая этикетка что здесь бах это явно так сказать зарубежные покупались ленты где-то за бугром тоже еще одна такая вот тоже магнитная не знаю тут никаких надписей нету так и тут тоже нету никаких надписей поэтому значит мы с вами не знаем что здесь записано вот такие вот у нас еще ленты и теперь у нас там еще пачечка лежит так это вот последняя у нас так пустая коробка в смысле бобина даже он с картонкой так еще одна пустая бобина в коробке для магнитных лент так это вот что такое чего-то такой какие-то записи видите это барин спринг не знаю что это такое 1034 в общем тут какая-то программа тут записано вот значит причем это сделано в это американские не знают куда они у меня взялись вот нам тоже какой барахолки американские ленты даст бог когда послушаем вот я столько вот так ну и здесь в коробке скотч по магнитной ленте пустая бобина ну вот на этом об этой коробочке все на этом закончим с этой коробочкой и в следующий раз я вам покажу еще какую-нибудь ерунду да да ну да